Так, всем привет, ребята. В общем, сегодня мы поиграем в игрушку под названием This is Policia. Вот, говорят, крутая игра. Я решил что-то в себе новой роли почувствовать, поиграть в какие-то игры, прохождение, не знаю. Если вам понравится, может это будет появляться на моём канале. Хотя канал связан вообще с другим игрой, с другой тематикой. В общем, погнали. Новая игрушка, будем смотреть, что это такое. Говорят, интересно. День 1 июль, 15 понедельник. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк, что за хрень, ехать на работу. Так, короче, нам, походу, даётся задание. Нам нужно выбрать одно какое-нибудь задание. Так, давайте это возьмём. Или нельзя? Ну, короче, поехали на работу. Ехать на работу. Поехали. Заводить свою машинку. Во, вот так бы сразу, но нормально-то всё, хорошо. Короче, походу он куда-то едет. Ну, будем смотреть. В детстве мой отец всегда говорил мне перед сном, что если закрыть глаза и не открывать их достаточно долго, все демоны уйдут. Вчера мне исполнилось 60 лет, но я до сих пор пользуюсь этим советом. Не потому, что я слишком сентиментален или хочу сохранить память об отце. Просто я так и не придумал способа надёжнее. Конечно, чтобы скрыться от всех демонов Фрибурга, проще никогда не снимать повязку с лица. Да уж, когда встречаешься с репортерами, лучше вообще не время слепнуть, так как во всяком случае чё-то там случилось. Вот, о чём он говорил. Нас постоянно фоткают, фоткают, фоткают. Мы с вами знаменитая личность, эти пидоры нас фоткают. Вот такое у нас получается. Доброе утро. Давайте скажем. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом? Или вы знали об этом заранее? Так, вот у нас 4 ответа даёт сюрприз. Дальше мэр обсуждает это со мной. Давай, я ждал подобного дерьма от мэра. Давайте, я ждал подобного дерьма. Мэр Роджерс бесчестный и... Так, это мы можем выбрать. Я дополнял тебя. Вы знаете имя своего приёмника? Приёмник-то кто у нас? Подожди. Давай вот так выберем, подожди. Так, я сделал свою работу и сдаю пост. Скоро я буду интересоваться исключительно сигарами и джессом. Мне искренне всё равно, что будет дальше. Так, из-за разгоревшего коррупционного скандала, ваш заместитель Фрэнс Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думайте, он может передумать. Я был бы рад. Давайте мы ответим так. Сложно сказать, но мне сложно представить более достойного кандидата, чем капитан Кендрик. Кендрик Фуендрик. Хотя Кендрик отправдали, многие всё ещё верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Ну, я на самом деле не знаю. Поэтому, соряночек. Я никогда не работал с мафией, но я не могу поговорить со всеми сотрудниками департамента. Вот такое. А сколько вот этих вопросов-то будет неинтересно? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли бы стать причиной вашей отставки? Возможно. Никогда не знаю, что движет решение этих политиков. Эмма, как сегодня прошлый день, как обычно, а как прошла пресс-конференция? Прочитаешь завтра в газетах. Ага. Даже мистера Кендрика? Особенно мистера Кендрика. А мистер Кендрик это мэр или начальник его? Это кто? Мне вот интересно, кто это на самом деле? Это начальник моего? Или помощник? Так, он какие-то таблеточки сейчас выпьет. Так, ну всё, сейчас он, короче, наглотается таблеточкой. Вдруг его сейчас отравит. А кто его знает? Так, ну, короче, понятно. Он просто расслабился. Можем эту сцену пропустить. Она всё равно закончится. Дальше, что произойдёт? Чекпоинт. День 2, июля 16, вторник. Давайте прочитаем, что у нас в газетах пишут. Зарплата городских служащих не вырастет в этом году. Число городских улиц выросло на 20. Давай ты, заводи машинку-то. О, вот это нормально. Вот это ты молодец. Вот это ты молодец. В нашем полицейском участке копы не любят перекусывать кафетерии. А есть плечом к плечу, с напарником считается, короче, подлым. Я понял тебя. Это кто у нас-то сидит-то, я не понял. Что-то мы сейчас какие-то разборки. Фрэнс Кендрик, мой заместитель. А, это заместитель его. Всё, я понял тебя. Недавно стал одним из таких призраков, после того, как он... Да, понял. Седой дедуля, в очочках. Ну, это такое. Обучение. Если хотите получать подсказки о том, как работает игра... Я шестиднелетний шеф полиции, несколько месяцев в АЦАКе. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Ну, давайте вот это выберем. Мы же профессионалы, мы же профессионалы. Я думаю, на Ютубе у меня проблем не будет с этим. Поэтому, думаю, будет прикольно. Окей, хорошо. Пу-пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что здесь делать надо? Так, давай мы отправим тебя и отправим тебя. Продолжить. Так. Короче, всё понятно, ребят. Просто всё понятно. Что у нас? Администратор кинотеатра фильма пытался попасть в мужчину с доской. И теперь отбивается от охранника кинотеатра. Мы одного отправим туда. Всё-таки, что, он одного не отобьёт, что ли, чувака? Полиция всё-таки, как бы, понятное дело. Бюджет две с половиной тысячи долларов. Ёлки-палки. Такое. Дождик пошёл. Бывает так. Побег с места аварии. Преступник скрылся. Офицеры невредимы. Хорошо. Драка, отчёт. Преступник скрылся. Офицер невредим. Гражданский погиб. Блин. Такое. Так, чё у нас здесь? Давайте прочитаем внимательно. Трое подростков с охотничьим ружьём ограбили магазин видеокассет. Утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Ага. Это такое, знаете, какие-то тут надо опытных брать на самом деле. Давай. Вооружённые ограбители. У дома Брауна действительно стоит та самая машина. Из окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Включить сирену и прокричать в громкоговоритель, что дом окружён. Доносятся стоны и громкий смех. Пробраться в дом через окно. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Изи. Изи-бризи. Как говорится. Так, чё у нас здесь? Сегодня в элитной галерее в соседнем городе открывается художественная выставка моей дочери. Можно мне выходной? Всё-таки, знаете, ну чё бы не отпустить человека? Давай, отпускаем человека. До свиданечки. И погнали. Будем смотреть, что там и как там. Выберите композицию. Давайте вот это выберем. Что это такое? Don't you leave me here. Окей. Давай. Отлично. Всё, погнали. Будем слушать эту музыку. Всё прекрасно. Всё просто отлично. Нам не скучно. Всё просто здорово. Так. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. А над гроби, расписанной с анатоническими знаками, есть сколы. Кажется, даже есть следы работы лопатой. Такое. Тут просто надо проверить. Тут самых таких лодорей надо отправить, чтобы они просто проверили, что случилось. Тут каких-то крутых полицейских надо отправлять. Всё-таки дело такое, ребята. Кто-то решил ограбить могилу. Так. Близнецы Харли Джонсон прямо сейчас наблюдают этот знак, как два подростка царапают на его машине неприятный рисунок. Вот тут такое. Тут можно отправить троих. Чтобы словили. Так. Давай. Официантка обозналась, приняв астана... Ага. Понял. Ну, бывает такое, что поделать. Так. Ночной клуб. Мой вышибал основанное. Ел свой любимый этот. Так. Ну, давай. Отправить. Всё-таки деньги получим за это хотя бы какие-то. Потом будем смотреть. Получилось. Все, короче, сбегают. Извините, мистер, но я уваляюсь. За этот вечер я заработал больше, чем... Короче, платят за месяц. Мистер Сорнин предложил мне остаться. Всё-таки быть копом не моё. Скотина. Благодарю вас за вашу помощь. Мистер Бойт. 4 500 баксов. Голый мужчина с канистры бензина в руках угрожает пожечь себя. Опа. К вашему приезду клоун мастерит так пузыри. Накинуть на форму плащ и пригниться к клиенту. Внимательно наблюдать за клоуном. Ну, а мы, наверное, на этом закончим. Это был This is Polity. Я посмотрел, что за игра. В общем, ребят, если кто-нибудь посмотрит это видео, ему понравилось, то подпишитесь. Мне будет очень приятно. И всем, ребята, пока-пока.